Глава 10. Выступление в гостинице Great Northern. Вселенная Бахауллы. Эволюция человека. Величие самопожертвования. Цитата. 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 служению, и не потому, что даже его враги и преследователи, все как один, невольно подпадали под влияние его любви, любви к ним и ко всем людям вообще независимо от их отношения к нему, и чтимой им вере. Я говорю об этом на основании собственного обширного опыта общения с этой возвышенной личностью. Кто внимательно прочел эту хронику, пытаясь разглядеть духовную суть за неуклюжей словесной оболочкой, тот меня поймет. Лишь состояние высшего восторга можно объять сие, но не через речение или спор. Невозможно вообразить себе, чтобы Абдул-Баха опустился до уровня личностных предрассудков, враждебности по отношению к любому живому существу, отказа от рациональной аргументации или же действовал и говорил под влиянием кого-либо иного, кроме вечно пребывающего в его душе и всеобъемлющего Святого Духа, как невозможно представить и то, что солнце вдруг перестало светить. Он сам был тем, чему он учил. Он жил так, как учил. Стоит ли удивляться, что природу того собрания можно по праву считать настолько универсальной, что вряд ли в истории ему отыщется аналогия. И еще одна особенность его выступления в тот вечер произвела на меня тогда глубокое впечатление. В нем не содержалось ни одного упоминания ни о вере Бахаи как таковой, ни о нем самом, ни о Бахауле. Он как бы говорил, вот цели и идеалы, которые я отстаиваю. Если вы видите в них какую-то ценность, вы, возможно, пожелаете узнать, откуда происходит сила, которая в течение последних 60 лет привлекала к ним внимание человечества, на протяжении всей письменной истории, проявлявшего к каждому из них лишь равнодушие, враждебность и презрение. У вас будет достаточно времени для изучения основных положений учения, его философии, его духовной движущей силы после того, как вы примете его и попытаетесь жить той жизнью, которую я здесь открываю перед вами. Кто делает дело, должен знать теорию. Мне нередко задавали вопрос, почему вы верите в учение Бахаулы? Возможно, те основные понятия об этом учении, которые я постарался здесь привести, а также описания моих встреч с учителем, помогут читателю получить на него ответ. Но, вероятно, тот и захочет услышать более определенный ответ. Он заключается в повсеместном стремлении каждого нормального человеческого существа в первичной истине, согласуясь с которой он может строить свою жизнь. Верующим я стал не по причине какого-то предвзятого объяснения этой основополагающей истины, сформированного на идеях окружающих, как, например, кто-то становится христианином, потому что был воспитан в этом учении, или мусульманином, так как это вероисповедание преобладало там, где он родился. Это же применимо ко всем последователям разнообразных теологий мира. Я, если придерживаться светской терминологии, прежде всего существо рациональное. У меня есть разум, требующий интеллектуального удовлетворения. В учении Бахаулы и Абдул-Баха я нашел гораздо больше устраивающих меня объяснений смысла, зарождения и цели жизни, чем где бы то ни было. Я решительно утверждаю, что если завтра мне будет предоставлена лучшая, более насыщающая, более ясная философия, обладающая большим духовным зарядом, я не колеблюсь, приму ее. Но в этом, мне кажется, решающее значение имеет причину ее принятия. Учение Бахаулы заключает в себе поистине вселенскую мудрость. Очертить ее границы также немыслимо, как даже для Эйнштейна определить границы материальной вселенной. Я вспоминаю, как много лет назад у нас в доме гостила одна знакомая, интересовавшаяся причинами нашего энтузиазма принятия веры Бахаи. Эта молодая женщина обладала замечательными талантами, художник и скульптор, высококультурный человек, обладательница большого жизненного опыта и ищущая натура. После некоторого общения с нами она отметила, как можно выбирать между различными религиями, существующими на Земле. У меня, например, есть друг Иудей, который точно также убежден, что его вера вобрала в себя все необходимое для ума и сердца, как и вы убеждены в вере Бахаи. Другая моя подруга – ревностная последовательница учения «Христианская наука». Ей сложно понять, почему все люди на Земле не могут верить в то же, что и она. И, разумеется, у меня в друзьях есть множество искренних христиан, как католиков, так и протестантов, равно убежденных в том, что догматы их веросповеданий обладают всем, что необходимо для жизни на этом свете и на том. Та же уверенность свойственна буддистам, мусульманам, теософам, как принять решение. Мы ответили ей, сколь благодарны мы должны быть за то, что в каждой вере есть души, которые искренне ищут истину, и следуют ей, ибо истина едина. Но я сомневаюсь, что среди ваших друзей найдется много уверовавших и совершенно чистосердечно следовавших учениям и личному примеру основателей всех религий. Вот, например, ваш друг-католик. Выражает ли он подлинную симпатию и испытывает искреннюю любовь к брату своему протестанту? Приемлют ли ваша подруга из христианской науки учение своего друга иудея? Можете ли вы вообразить верующего буддиста, который принял бы и возлюбил последователя христианской науки, мусульманина и иудея, как равных восприемников источника всеобщей истины? Она ответила без колебаний. Конечно, нет. Никто на это не способен. И, однако, осторожно возразили мы ей, это именно то, чего требует учение Бахаи. Никто не может даже в малейшей степени иметь право на то, чтобы называться Бахаи, если он не считает всех пророков глашатами единого Бога. Их учения даже действенны в своей основе. Законы их внешне различны, поскольку их задача – вести людей к более высокой цивилизации, а требования времени диктуют условия специфического применения этих вечных принципов. Следовательно, принять одного из этих явителей бесконечной мудрости и силы – значит принять их всех. Отвергнуть одного из них – значит отвергнуть всех. Именно это имеет в виду Бахаула, говоря о вере в единство и единость Бога. Это иллюстрирует то, что я подразумевал, говоря о решающей причине для рационального, логического принятия учения Бахаулы разумом. Круг, очерченный им, настолько всеобъемлющ, что ни одно создание на свете не оказывается за его пределами. Не остается ни одного вопроса без ответа, ни одной нерешенной проблемы, ни одного неразъясненного затруднения. И отнюдь не потому, что эти интеллектуальные, социальные, экономические и религиозные проблемы минимизируются, а потому, что они упрощаются, сводятся к элементарным составляющим, классифицируются и упорядочиваются до такой степени, что любой старшеклассник способен построить свою жизнь в соответствии с ними. Вот пример. Наша материалистическая теория эволюции начинается с простейшей клетки и заканчивается человеком. При этом огромная область остается абсолютно незатронутой. Все эмоциональное, этическое, моральное и духовное пространство человека становится чем-то вроде нейтральной полосы. Стоит ли удивляться тому, что над этим пространством свирепствует буря противоречий? Бахаулла учит, что Бог и его творения вечны, ибо нельзя вообразить себе создание, предшествующее Создателю, царя без государства, генерала без армии. Это, как мы видим, ставит точку в бесконечных дискуссиях о происхождении человека и зарождении жизни. Нравится это кому-то или нет, отрицать этот основополагающий принцип невозможно. Абдул-Баха однажды спросили, что самое важное в эволюции человека – наследственность или окружение? Он ответил, что важно и то, и другое. Но говоря об эволюции, всегда надо помнить, что истинный отец человека – Бог. Этот тезис предоставляет нам канву для всех последующих рассуждений, наиболее фундаментальную из всех, какие только можно себе представить. Здесь не отвергается наличие любого интеллектуального или материалистического, если существует такая вещь, объяснения происхождения человека. Но это включает все то, что наши ученые-мужи выпустили из поля зрения. Это не отрицает первого объяснения, но придаст ему блестящую простоту, чувство ясности, без которого бесконечная борьба и распри неизбежны. И опять же, в этой гипотезе нет ничего такого, что противоречило бы самым передовым научным теориям. Одни называют это эволюцией, другие – Богом. Это, кстати, в очередной раз демонстрирует замечательную простоту подхода Бахаулы. Он призывает человека освободиться от затуманивающей, сбивающей с толку, порождающей споры зависимости от костных слов, море имен в его терминологии. Он обращает наше внимание на реальность, лежащую в основе всех наших жалких попыток описать ее и начертать ее границы. Говоря об экономике, Абдул-Баха высказал такую мысль. Все экономические проблемы разрешимы, если руководствоваться наукой любви Бога. Иначе говоря, если бы правило, которое зовется золотым, но с которым обращаются так, как будто оно свинцовое, хуже того, ибо свинец все же находит в себе применение, а золотое правило давно находится на полке, с которой никогда не смахивают пыль, действительно применялось к мировым экономическим проблемам, которые, будучи неразрешенными, могут буквально похоронить всех нас под собой, и если бы любовь Бога, та самая любовь, которая одаривает нас счастьем повседневной жизни, использовалась, как научная мерила, при решении наших внутренних и международных проблем, при урегулировании всех отношений между трудом и капиталом, между богатыми и бедными, применялось бы во всех финансовых и коммерческих делах, то можно ли сомневаться в том, что это гораздо быстрее привело бы нас к всеобщему благосостоянию, чем наши современные принципы и правила. К тому же Баха-Ула установил принцип, согласно которому все человечество – это одна семья, а концепция единства человечества – неотъемлемая часть современной цивилизации. Абдул-Баха во время многочисленных бесед на эту тему убедительно доказал, что все человеческие расы происходят из одной первичной расы, и что внешние различия в цвете кожи, в чертах лица и т.д. возникли вследствие многовекового воздействия крематических условий и питания в ходе последовательных миграций первичной расы. И здесь мы также не только не расходимся с новейшими открытиями антропологов и этнологов, но и получаем, как естественное следствие названных выше принципов, научное обоснование подхода к проблемам так называемых дискриминируемых, отсталых, угнетенных личностей и народов. Этот подход при его всестороннем осмыслении и применении на практике в виде научного открытия создаст условия для немедленного перехода к новой международной политике, несомненным результатом которой в течение жизни одного лишь поколения будет автоматическое исчезновение расовых, национальных, экономических и религиозных предрассудков со всеми сопутствующими им кошмарами линчеваний, погромов, экспроприацией и военизированных границ вместе с такими не менее значительными пороками, как тарифы, финансовые монополии, сговоры с целью овладения рынком, колониальная экспансия и еще легион подобных ужасов. Можно привести бесчисленное множество примеров, но сказанного достаточно, чтобы объяснить, почему я считаю учение Бахаулы простым, ясным, понятным для разума обычного человека, неопровержимым с точки зрения самой передовой науки, воплотимым, содержащим ответы практически на все вопросы современной жизни и настолько универсальным, что его мог бы применить любой человек или народ. Я позволил себе углубиться в этот предмет, поскольку его понимание необходимо для ответа на столь часто задаваемый вопрос, что же в этом учении настолько ценного для меня или для любого мыслящего человека, дабы в него поверить. Откровение Бахаулы заключает в себе концепцию совершенно нового, мирового порядка, основанного на вечных и ключевых принципах, применение которых на практике принесет мир, процветание и счастье, о каких прежде не слышало человечество. Эти принципы имеют под собой безусловно духовное или религиозное основание, но здесь эти термины употребляются с решительно новым значением, согласуясь с результатами научных исследований и человеческим опытом. В заключительных словах его короткого обращения, произнесенного на банкете в гостинице Грейт Норзерн, подчеркивается этот ключевой критерий ценностей. Воистину, встреча эта есть благороднейшая и достойнейшая из всех встреч в мире, ибо в основе ее лежат духовные и вселенские цели. Такое количество собравшихся на встрече свидетельствует об искренней преданности всех присутствующих и о том, что будет неспослано богословение Божие. Да не покинет вас уверенность и стойкость. Дела ваши получили подтверждение сил небесных, ибо намерения ваши возвышены, замыслы ваши чисты и достойны. Бог помогает тем душам, чьи усилия и начинания посвящены благу и улучшению всего человечества. Через шесть дней после этого я побывал на встрече, где Абдул Баха говорил о таинстве жертвенности. С моего первого знакомства с учением Бахаи этот аспект вызывал у меня неподдельный интерес, как можно увидеть из вопросов, которые я задавала учителю в то время, и сосредотачивался мой интерес тогда в основном на проблеме от решения. Причину этого я не могу определить до сих пор, ибо для большинства людей, окружавших тогда учителя, основными мотивами, по-видимому, были радость и счастье нового рождения. Но для меня родовые муки были слишком ощутимыми, слишком жестокими, слишком насущными, чтобы о них забыть. Процесс обрезания пуповины, связывавший меня с матрицей этого мира, требовал такой сосредоточенности внимания, что оставлял мало времени и возможностей для сколько-нибудь реального осмысления того мира, в который я входил. Судя по всему, мой острый интерес к проблеме самопожертвования основывался на ясном, выработавшемся в результате длительного опыта понимания того, что себелюбие, эгоизм, гордость за собственные достижения, хоть и ограниченные, личные стандарты ценностей это колоссальные препятствия для духовного и материального прогресса и мира. Само собой разумеется, что и я, и мое окружение, не говоря уже о мотивах, которыми руководствуются государственные деятели, воротила бизнеса, суды и социальные институты, были всецело под влиянием этой психологии животного эгоизма. В такой же степени это, по-видимому, относилось и к теологам. Правда, они любили порассуждать о жертвенности, но о жертвенности со стороны кого-то другого, и это было довольно легкий выход из положения сущности, глубоко бесчестной и крайне иррациональной. И все же для любого вдумчивого наблюдателя должно быть очевидным, что жертвенность это принцип, проходящий через всю нашу жизнь. Отношения между едоком и его пищей обычно рассматриваются лишь с точки зрения едока, но, разумеется, если бы мы могли спросить пищу, ее позиция была бы совершенно иной. У нее есть возможность взглянуть на проблему с двух точек зрения. Это могло быть либо ограничение от того, что она утратила свое состояние животного или растения, либо радость, что она изменила свое состояние, уже не являясь животным или растением, и стала частью человеческого организма, получив шанс внести вклад в работу мышц, нервов и мозга человека. Мы наблюдаем мир природы и видим в нем поле битвы между слабым и сильным, но точно так же можно увидеть в нем поприще жертвенности, где низшие или слабейшие формы жизни через самопожертвование преобразуются в более высокие и сильные формы. Вполне возможно, что именно данный принцип жертвенности служит еще одной причиной медленной эволюции видов. Посему, когда Абдул-Баха открыл свое обращение словами «В этот вечер я хочу поговорить с вами о таинстве жертвенности», я весь превратился в слух. Упомянув, что общепринятое объяснение жертвы Христа есть чистое суеверие, поскольку оно не взывает ни к здравовому смыслу, ни к разуму, он стал объяснять истинное значение этого слова, разделив его на четыре части. Во-первых, жертвенность Христа заключалась в добровольном отказе от всего, что есть в этом мире и даже от самой жизни, ради того, чтобы он смог вывести людей на путь истинной жизни. Если бы он пожелал спасти свою жизнь и не захотел принести себя в жертву, то ему не удалось бы пробудить ни одной души, таково одно из значений жертвы. Второе значение мы найдем в правильном толковании его слов. Кто вкусит моего тела, будет жить вечно. Не может быть никаких сомнений в том, что его физическое тело было рождено из чрева Марии, но сущность Христа, Дух Христа, совершенство Христа снизошли с небес. Следовательно, он подразумевал, что любой человек, отведав этих совершенств и пожертвовав совершенством материального мира ради божественных совершенств, войдет в небесный мир, в котором жил сам Христос, и тем самым безусловно освободится от ограничений, присущих бленному миру. Третье значение. Семя жертвует собой ради дерева, которое вырастает из него. Само семя внешне исчезает и разрушается, однако это же самое семя, пожертвовавшая собой, поглощается деревом и воплощается в нем, в его цветах, плодах и ветвях. Если бы сущность семени не была принесена в жертву ради дерева, которое появилось из него, то ни ветви, ни цветы, ни плоды не выросли бы. Внешне Христос исчез, его личность скрылась от взора, подобно тому, как исчезла сущность семени, но дары Христа, его божественные качества и совершенства проявились в христианской общине, которую Христос основал, пожертвовав собой. Что касается четвертого значения жертвы, то оно заключается в том, что нечто существующее жертвует своими отличительными качествами. Человек должен избавиться от влияния материального мира, природы и ее законов, ибо мир материи есть мир разложения и смерти. Это мир злоба и тьмы, животных инстинктов и жестокости, кровожадности, амбиций и алчности, мир самопоклонения, эгоизма и страстей, таков мир природы. Человек должен избавиться от всех этих несовершенств, должен пожертвовать этими качествами, которые присущи внешнему и материальному миру бытия. С другой стороны, человеку надлежит приобщиться к небесным качествам и обрести божественные совершенства. Он должен стать образом и подобием Божьим. Он должен стремиться к вечной благодати, стать явителем Божьей любви, светом водительства, древом жизни и вместилищем щедрот Божьих. Иными словами, человек должен пожертвовать свойствами и качествами мира, природы ради свойств и качеств мира божественного. Прошу читателя обратить внимание на то, что сила этих определений идет по нарастающей, и что в последних словах подчеркнута личная ответственность каждого, кто стремится достичь этой высшей ступени совершенства. Она не зависит от жертвенности других. Данный призыв обращен к вам и ко мне, призыв отринуть, чего бы это ни стоило мир животных инстинктов, мир материального человека, дабы мы смогли войти в мир реальности, не подвластные законам времени, места и распада. И насколько же это логично, как все упрощается? Можно ли представить себе что-либо прекраснее и убедительнее, чем его пример жертвой, приносимой железом огнем? Цитата. Обратите внимание на свойства железа. Оно твердое, темное и холодное. Когда это же самое железо поглощает жар огня, оно жертвует одним из своих свойств быть холодным, во имя другого, стать горячим, что свойственно огню. В итоге железо теряет свою твердость, свой черный цвет и холодность, оно озаряется и преображается, пожертвовав своими свойствами ради свойств и качеств присущих огню. Так и человек, отрешившись от присущих миру природы свойств и расставшись с ними, приносит в жертву качества и нужды сего бременного мира и проявляет совершенство Царства Божьего, подобно тому, как качество железа исчезнув, уступает место качествам огня? Следовательно, всякий, кто достиг совершенства, всякий озаренный и небесный человек пребывает в состоянии готовности к жертвенности. Да сияет лица ваше божественный свет, да свяжет обоняние ваше благоухание святости, а дуновение Святого Духа вдохнет вас жизнь вечную. Когда эти слова достигли моего слуха, я почувствовал, что впервые за долгие годы борьбы и поисков передо мной возникла ясная и выполнимая цель. Можно ли представить себе цену, которую не стоило бы заплатить за достижение этой цели, ибо эта цель не что иное, как совершенство? Однако, здесь необходимо сказать несколько слов о том, что означает в терминологии БХИ слово «совершенство». Никогда не следует упускать из виду, что в основе всех утверждений Абдул-Баха лежат логика и наука. Не утверждалось то, что не могло быть доказано. При использовании понятия совершенства, в частности, подразумевается принцип относительности. Слова Христа о том, что никто не благ, как только один Бог, понимаются как научная аксиома, то есть совершенство признается невозможным, за исключением безусловного, самодавляющего, все же остальные виды совершенства относительно. Мы говорим о том, что роза совершенна. При этом мы имеем в виду не то, что вообще нельзя представить себе розу более прекрасную, более приятную для глаза, но лишь то, что с точки зрения нашего опыта в данный конкретный момент, эта роза кажется нам самой прекрасной, самой совершенной из всех, какие мы только когда-либо видели. К тому же, говоря о совершенстве розы, мы не противопоставляем ее какому-либо объекту, принадлежавшему к иной категории предметов, и даже не соотносим ее с иным видом роз, другого цвета или сорта. Далее мы можем говорить о совершенном закате, о совершенном младенце, о совершенном поступке, но опять-таки с оговоркой об относительности этого определения. Это же верно и тогда, когда мы говорим о совершенном человеке. Мы не имеем в виду, ибо это невозможно, что он не может быть более благородным, более совершенным, какой бы степени благородства он не достиг. Мы подразумеваем лишь то, что высоты, на которые он поднялся, по сравнению со средними человеческими стандартами, ближе к нашему идеалу, чем те, с которыми мы до сих пор сталкивались. И тогда проблема само собой переходит в область личных и индивидуальных стандартов или системы измерения. Идеал совершенства Гангстера вряд ли будет идеалом совершенства Авраама Линкольна. Каждый должен создать для себя или усвоить извне такой идеал совершенства, который для него приемлем и в то же время достижим. Различие между идеалом Бахаи и идеями, существовавшими до сих пор, заключается в том, что концепция Бахаи подразумевает также и совершенство группы. Она позволяет воспринимать человека как существо коллективное, социальное, космополитное, международное, мировое. С этой точки зрения совершенный человек должен обладать такими свойствами, которые, став характеристикой достаточно большого количества людей, приведут к установлению мирового порядка, цель которого устранение причин относительного несовершенства личности и общества. Употребляя слово совершенство, я имею в виду, что те идеалы, которыми я в течение многих лет руководствовался как христианин и которые заключались в том, чтобы жить в возможно более точном соответствии с принципами, сформулированными и продемонстрированными Иисусом Христом, впервые представили как возможные, вероятные и, более того, безусловные. Я сказал себе, даже если на это уйдет сто тысяч лет в этой жизни или иной, это достижимо и должно быть осуществлено. В то время мировой порядок Бахаулы еще не был детально подготовлен, хотя был в общих чертах представлен в писаниях Бахаулы. Позднее его тщательно проработал и разъяснил Абдул-Баха. Но уже и тогда любому здравомыслящему человеку было очевидно, что если достигнутое отдельными личностями совершенства хотя бы частично станет достоянием достаточно большого количества людей, теперешний беспорядок с его войнами, преступностью, нищетой и предрассудками, если и не станет считаться приемлемым, то, по крайней мере, сделается не столь масштабным. В словах Бахаулы и Абдул-Баха мы находим яркую картину мира, где эти идеалы претворены в жизнь. «Всей мир станет садом и раем, сия земная твердь станет твердью небесной». Возможно, это было самое понятное объяснение того, что появится в результате обретения человеком состояние жертвенности, которое потрясло меня до глубины души. Освобождение от низшего животного, эгоистического, себе любивого я. Сколь велика цель для человека, и цель эта более не была смутной, иллюзорной, она в тот миг безусловного озарения стала, по крайней мере, видимой и достижимой. Кроме того, само слово жертвенность изменило свой смысл. Отныне оно не связывалось со страданиями и решениями. Теперь оно с полной очевидностью означало обмен чего-то менее ценного на нечто неизмеримо более ценное. Это было уже не расставание с желаемым, но обретение желаемого. Несомнительное предложение, обещающее неосязаемую и эфемерную выгоду, но ясное деловое предложение. Я был на рынке, где продавали жемчуг, и взгляд мой упал на самую драгоценную жемчужину. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok